Беларусь Добрый день Добрый день Починаем, у меня первое питание, господин Алены Как товарища беларуськой мовы поставилася до этого нового закону? Какая была ваша реакция? Ну, товарища беларуськой мовы, дымяя, кого я маю сегодня гонор выступать От самого начала было супрыц, яких бы там ни было изменов у правописи И наша позиция грунтовалась на том, что, на нашу думку, на наш погляд Треба, наиперш, добиться того, как мова беларуськая сталася, правда, державной Афицийной на всех узровнях И как можно было на ее размавлять, скорыстаться ее, отрымливаться дукацию Вось, гэта был наш перший клопат Але, як только стала зрозумела, что ничего гэта пазбегнуть немагчимо Значит, мы распачали громадское обмеркование Тых изменов, которые плановалось увести в закон И вось, в 2007 году, и, извините, так сама памятная гэта У нас проходил круглый стол И я лечу, что тады нам, все ж таки, дякуючи и журналистам Агучат гэтую проблему И я лечу, что нам удалось в неких радикальных зменах Все ж таки пазбегнуть у правописи Господа Рзмиссер, до вас пытанья Накольки з ваших глядящих громадскость удельничала в гэтым проекте Ти не удельничала Ти робили вы некие своя пропанова, ти были они уличаны Ну, по-перше, на конд уделу громадскости Для того, как громадскость удельничала, треба, чтобы она доведалася про гэта Громадскость не доведалася про гэта Дзе было опубликовано Скажем, у газеты «Звязда» это было вельми логичное место У наставницкой газете Там мусили были надруковаться отповедные материалы В угле целый проект Треба было 200 певное место И там у некольких номеров это зарабить Люди саправды были утягнены в гэтый процесс Яны навык про гэта не ведали Гэта был абсолютно кулиадный процесс Что до моего делу, так скажем, у делу незалежных мовознавцев в процессе Признаюся, что мне удалося Своими шпионскими шляхами Сдобыть проект У 2006 года И когда я побачил гэта проект То просто схапився на голову За голову И думаю, треба ратовать ситуацию Я ведаю, что я, как неформальный Мовознавец, я ки паза системою державную А значит, я для них не исную И хотя и за усе мой голос не будзе почуты Але я, грамадзянин, як беларус, як патриот И як адмысловец Что самое главное Мушу гэта зарабить Я написал великий текст 150 часописных сторон И гэтый текст был опубликованный У часописи Архея У 2007 года Ци уличили У некой ступени уличили Ну, их были там видовочные уже помылки Некие слова яны выправили У звязку с тем, что я написал Значит, некие слова просто зняли Некие артограммы просто зняли И в уголе перейначили Я не могу сказать, что не было ніякого уліку Але, при тем, при усім Большасть, так скажем Не помылок дробных з конкретными словами А помылок типологичных Які закранали целые группы Великие группы словов Гэта нічого уличено не было Значит, это только косметичное подправление Таким чином Гэта и ось новая редакция этих правилов Яны не балі статус закону На вошта державе Гэта спатрэбілася Чому было недостатково, скажем, Пастановы саумінути На узровні палаты представников На вашу думу, господарня Елена? Ну, вось, якраз таки, вы закранули Той момент, який я так сама Хотела б сказать, что Чому мы были так сама супредзакона Потому что мы не разумели, не ведали На вошта конкретно, з якой метой Прымается закон Цей закон прымается дзеле того, Каб пашырыць ўжыванне Афіцыйной беларускай мовы І просто урэгулеваць написанне слов Цей гэта просто спроба Дзержавнага рэгулевання Написанне Грамадской частки То есть умешанне у першу чаргу Незалежных сродков массовой информации Таму што хто ў нас больше корыстаецца беларускай мовы Гэта особны грамадзяне Групы грамадзян Но избиты беларускай мовы Альбо сродки массовой информации Незалежные, які ужываець беларускай мовы Цей цей не будзе гэта пугаю супраць їх Минавіта гэта и маю на увазе Дзержавнае рэгулеванне Не пашырынне офіцыйной сферы беларускай мовы Але умешанне у неофіцыйной То, што не падлягае, не мусить дзержавы рэгулеваць Вось, таму гэта был Адзінстых моментов Ну, я хачу сказаць, што Всё ж таки добра тоя, што вакол закона Пачалося всё ж таки абмеркаванне Што людзі пачалі цікавіцца тым Што мінавіта ў неіс лякі змены Ну, нажаль, это пас фактом адбулось Пасля тагоя, кужо, все подпісы на закон леглі У чэрвіні 2008 году Всё, всё затверцели Кераўнік дзержавы затверцал Перад гэтым затвердзю парламент І толькі пасля гэтага Пачали разгортваць і глядзець, што ж там адбылось Ну, таму што ў нас закона паслухмянае грамадзяне Пакуль гэта не закон, я могу писаць, як я хачу Калі гэта стала законом, я мушу ведаць гэта Я мушу І тады можа многі хапаць так само за галаву Але гэта ўжо закон Калі звернуцца да сусветнага досіду Ці ёсць нешта падобнае ў сусветнаг історі ў іншых краинах Калі правапісна бывая статус і сілу закону Ну, видаець, у далёку історію нам не придецца сягнуць з адной простой причыны Артографія ў жорстким таким разуменні, як мы ёе разумеем сьоння Пачала фармавацца толькі в 19-м Сформавалася для шарагу мов у 20-м стагодзі Большыня мовам немае артографічного унармавання Навад письмовых, старописьмовых мов До сьонешніх гадня Ну, наприклад, у турецкай мові нема правилу, які прагулявалі Як пішутся іншамовныя словы Я уже не кажу про то, що написали так, написали так Никто за хэта галавы не зносит Іншія реч, що стабільнасть правапісу Усё ж такі для високоразвітай мовы вельми важна Сьоння ў звязку з електронными сродками Комунікація, які на сьонешній дзень пануюць Надалей будуть ліцца не адзіными сродками А основою гэтай письмовай коммунікацій Навігацца, пошук Розная інша манипуляція з інформаціей Макчымы толькі при стандартовым, адназначным написанні Калі у гэтых написаннёв восім Ну, наприклад, слово Йоганнезбург Назва горада у Паудньо-Африканськай республіці У нашым друку сустракаюцца у восьмі розных варіантах У словніках, які выдавала Академія Навук Яго нема Яну ёсць у розных словніках Там зафіксаваны чтырі варіанты Разумеецца? Про якую адназначнаць мы можам гаваріць Вядома тое, што ўжа гаваріць про разбежнаць іншых слову Мы з ёю сутыкаемся ў весь час І стабілізація несумненно патрэбная Але гэта стабілізація – это заусёды дамова у грамадстві Гэта заусёды узус, лінгвісты это называюць Ужывальнаць І калі нейка прывалює форма, яна дэ факта прывалює Не трэбаць безуном стоять і шоўкать Вот вы мусіце писаць менэ віта так Гэта, вядаецца, інэрція савецких часоў Савецкіе часы, скажам, там, 30-е годы 33-е годы, вот, трагічны для нашай мовы Трагічны для украінськай мовы Ну, мы тады увогалі У 33-м годзі реформа беларушкай мовы Эта вынік трапілі патрэздачу называецца Змагаліся з куркулямі украінськими Які былі ядром украінськай наці І тады голодамор І тады выніщэння так званого кулацва Фактична украінська сялянства Якое репрезентавала сабою 40 мільйонов чалавек Эта была аграмадная сіла Інша національна З одного боку, яка говорила на іншай мове І па духу антибольшевицка Эта ж доровная буржуазія Паводля визначэння большевиков Супраціх была накераванна реформа 33-я годы Ну, а мы тут побач стояли Так, за кампанію Там, дзе украінцы Нас же росейцы не завсёда адрознююць, на жаль Вось, беларусы и украінцы Эта приблизно тоя самая Толькі апошніми часами Нас пачалі неяк ідэнтіфікуваць Разводзіць у своїй свядамасці В 33-м годзе Правялі гэтую реформу Жорсткую, адназначную Вось І мінавіта з гэтых С 30-х гадаўса Сталянщины І дзе Вод гэты Імкнэння Всё загнаць у законы Усё урегулюваць законами І фактична знішчыць Ні Пугаю, скажам Ні толькі лягірами Ні толькі Турмами А знішчыць shè такім На прававым узравні І она той же Приблизно той же выпадак Але ў нашым выпадку Я не лічыл бы, што адзінна прычіна Чаму знікла Чаму вырашэто законам Які ₩? На маю думку Я не ведаю, це шоптарли Аллена за мной згодзіцца На маю думку Тут яшше імкнэння чиновников, вот и також наш аспадыра Илченкова, який был сегодня у студии, а он державный чиновник, он спикер, каля так можно сказать, Министерство Адукации, он голос министра Радськова, разумеете? И он також державный чиновник, высокий державный чиновник, апроч того, что он еще и выкладчик. Для его это вельми важно засветчить истопность, важность своей працы, своей пасады. И чем на высшейшем ровне гучить, каль хочется, ягоная прозвища, проекту, яким он удельничает и яким он керует, тем лепш, и он сбирает таким чином себе баллы для дальнейшего карьерного росту. Вы, я думаю, что вы так науральце мыслите, а у этих людей свое мыслення и своя гульня на первое. Державные чиновники вельми часто кажутся про то, что возникают новые законы, нормования, и оно, мавляв, посприяе популяризации белорусской мовы, что до белорусской мовы не будут з'являться надалей эти закиды, что шмат разнобоев, шмат вариантов, нема некой одинности, что называется. На вашу думку, яким чином все-таки это добьется на развитие мовы, с подорони, Лена, те добьется у вогули. Ну, хотелось обверить, особливо ведаючу, что принята программа развития державной белорусской мовы, деля поширенне сферы ее вживания. Але, бен тэжыць іншые факты. Итак, мы ведаем, что зверосни 2010 года вступил в силу закон об зменах у правописи, и у гэтым же годзе белорусская мова як особная державная программа зникает, як объект фундаментальных доследований. Белорусская мова становится падпрограммой. Удакладните, каиласка, откуда ж не кая? Значит, ну, есть, як бы, державная такая программа развития розных галиновых навок. Так? И во все часы белорусская мова як объект доследования існовала у выглядзі особной державной программы. А сё лето белорусская мова стала падпрограммой у іншей программы. Ну, там, гисторые, значить, идеологии и так далее. У нас был особный институт литературы, теперь он объединенный. И, наш, кажучи, про якое падвышение статусу мовы, можно говорить, калю весь час не як скамечвается, не як приховывается, не як редукуется и образается. Ну, вогуля, грубо кажучи, это нелогично, прымать закон. Право писать для того, как падвысить статус, и тут же навуково это всё, душиться и знижать статус и адповедно знижать державную подтрымку на развитие фундаментального доследования. Даразмитер, на вашу думку, як это адабьется на развитие мовы, а адабьется это законного? Значит, тут есть два вектор взаимно скереванные один на супер другого. С одного боку, кажут, ну, выдатная есть макшимасть завострить увагу на мове. Як бы люди, пачунувши, что некий закон, они начинают думать про это. По великим рахунку, белорусская мова вогуля паза увагой громадства и сегодняшние влады сделали все для того, чтобы она была паза увагой громадства. Если люди это не думали, ну, и дальше развивалась и стабилизовалась наша жизнь. Это без белорусской мовы ожидано для них. Так вот, с оправдой, певное оживление есть. Но, с другого боку, значительно большие, мощные векторы сопротивления связаны с тем, что, как только мы изменили правопись, а правопись менять, это тогда треба, когда не можешь не менять, когда все наспело, разумеется, плотину прорветь, треба ее развести самому, чтобы, когда ее прорветь, не сдарилось тяжких наступств, там, потопу, скажем. Вот, только в таких выпадках треба это делать. Все, нет такой ситуации, что плотину прорветь, белорусская мова слепее, загнанная на периферии у грамадская життя. Так вот, когда уже так сталося, что они внесли некие изменения со своих меркований, которые я лечу не перекадавчиво. Это для меня это свидетельство, что эти изменения произошли, когда хочется таких гульня чиновников, на первых. Так вот, когда уже так сталося, вы хотя бы возьмите, вычетайте эту книжечку, вы сделаете так, чтобы ее не было помылок. Вот сегодня профессор ученков принес еще две книжки и говорит, что мы выправили, а вот у нас еще будет новое выдание, в котором мы выправим. Люди дорогие, вы складаете эти книжки с 1994 года. И нах скажучи, до 2008, за 14 годов, можно было бы выправить эти помылки, можно было бы так вычитать никаких формулевок разбежностей, а мы бачим помылок полно и суперечливостей в этом законе полно. И нас запевнивает профессор Ивченко и так сам член корреспондент Лукашанец, что ну ничего, мы это поправим потом. А как людям это учиться? И вот тут этот вектор, про который я сказал, отмолный, могутный отмолный вектор, а именно витах, наставники, дети, батьки за голову. Да, пошня часу лечилася, что белорусский тест сдавать, ну, удавалось нашим учням достаточно поспехово. Уже з какой причины это было? Макшима память протков, макшима генетичная, так, что они все ж таки мова им близкая, и может наставники, наши коллеги, наставники белорусской мовы и литературы в школе, видать, не дарма едут свой хлеб, добра стараются подрихтовать своих вучням належным чинам. У любых выпадков выники тестования были добрые. Что мы сегодня видим? Когда окажется, что огромная колькость помылок, вот, теперь мы выявляем, огромная колькость нелегичности, дети просто требуют зубрить, так, как зубрили у коротким, когда не переходит, так, когда не переходит, шлагбаум, переходит тень, пауза, переходит тень, наставнику треба у словника переканаться, а в некоторых выпадках, там, каузология, па-моему, что с цей кауз, вот, с гэтым, у разных словниках написано по-розному, было гэта, то таких выпадков было, ну, скажем, десятки. На сегодняшний день возникает ситуация, когда таких выключений, прас помылки, вот тут, треба вызубрить сотни. И, ну, наприклад, там, с подарюченков говорил про то, что, там, слово два е пишется у гэтой князе, и это один вариант. Тут, оказывается, есть и праз я, и праз е, або два гэтые написания, и у гэтым можно легко переканаться. Дык, вось, все становчие эффекты от притягнений уваги громадства, они нивелюются и спадают сунниз у вынеку того, что, я боюсь, что, наши абитуриенты будут бояться писать тесты. Однако, я до гонору, до речи наших чиновников, павинен назначить, что, апошние месяцы, яны увесь час, як мантр, паутырают, что, не будзе, гэта, ближайшые годы уличвацца, и гэта, вельми цвярозы, правильный падыход. Раней, на гэтых выключэннях, будавалася полова тестовых заданню, падлавить, разумеете? А, тестовая задання, павинна, найперш, правирать веданні мовы, а не веданні конкретна, якая литерка пишется у периферийным слове, якое у реальным житиям али не сустракается, там, скажем, ясавул. Сёня, был ясаул, перетворили у ясавула. Гэта, абсолютно, мовная периферия, большиня дзецей, просто, не ведая, што гэта такое, и не будзе ведать, я думаю, за целое житцё, бо гэта, гэта гисторизм, и не звязаны з беларуская гистория, а звязаны з гисторией іншей країны, Расеи. На вошта, гэта слово было подмазывать, калья оно фактично уже вышло зужитку. Вось, разумеете, я думаю, што наши чиновники дотримают сваего слова, и хотел бы закликаць наших з вами глядачоу, людзей, для яких, вот, сёння, скажем, сёліта, ясчэ празгод, выражаецца пытання, што писать, які-то беларускі ці росейскі. Не глядзячы ни на што писаць па беларуску. Я думаю, што сапрауды, всё ж таки, і чиновники, і асабліва наші каліги, беларусазнауцы, які складаюць гэтае тесты, пастараюцца зарабіць ўсё, кабы, вот, гэтае шурпатості, калья не сказаць, грубые памылкі, які вайшлі ў закон, всё ж таки, не былі адлюстраваны ў тестах, і тесты будуть ў большай ступені не местцами, не пастками, сукупністю пасток, а я сподзююся будзе сапрауды тестам, які прайвірае реальне веданні волода немовою. Падаразміністр, вы сказали про просьму помылок, назвали некалькі прикладов. Які ще можна принципові такі помылкі назвать? Помылкі, які були допущені при складанні взятого закону, які вишлі ўдруг? Уже пад грифом закона? Уже пад грифом закона. Ну, вот, калі там, апісачкі яны, я ще сяк так, выправець. Допускаю, так. Аля, вот, паглядзіця, вам падаю два розныя місці. Йось полушэння Йод, О, Йод, А. У іншамовных словах. Нью-йорк. Йось город Нью-йорк. Йонцяпер будзе писацца празлітеру Йо. Йось географічнае назва. Йоркшыр. Эта таго самага слова Йорк. Так. Як яно пішыцца. І Арк Шыр. Інакш, кажучы, адну і той ж спалучэння. Адзін той самым прынцэп, але розныя напісання. Эта прынцэп якраз адну і той ж спалучэння, а прынцэпі яго асваэння. У двух розных параграфах, параграфі шацьвертым, трэба Йорк пісаць праз Йо, а ў параграфі дзявятнадцэтым, трэба Йорк пісаць праз ІА. Яны ашы, здоліли зробіцць аэта ненатискным, прэтым, што кожны вучэння, хто вучае ангельську ўмаву ў школі, ведая, што вымавляецца не і Аркшырк, а всё ж такі Йоркшырк. І мені віта, такім чынам мусіла б пісаць Йоркшырк і Нью-Йорк. Або прозвіща, тыповая прозвіща беларускага Габреяў Йофе. Па перше, яно пішыцца праз, тут пішыцца праз Йо, ў шаснадцэтым параграфе Йофе. У параграфі дзевятым ім'я Йосіф, таксама габрейська паходжыня, якое гучыць Йосеф, пішыцца пра Йо. Чын шамой праз Йо? Тому ша так Сталіна называли ў тридцадцэтэтым годзе адзін з основных пунктаў реформы беларускага правапісу, каб Сталіна называли не Йозепам, не Осіпам, ніяк іначэй па беларускам, а называли, ну я думаю, такіх выпадкаў не было при намсі ў советским другу, каб Його называли, бо ў советским другу было Йозепа, вот для беларускай традиція, это нормально, Йосеф называли, праз Йо писалася. І вот тут, калі ўжо Йофе, то мусіла б быць Йосеф. Мы бачым ў розных местцах, хучэй за ўсё, писалі розныя людзе, за розныя параграфы адказывалі, ну і аны писаліся, калі праця растягваецца на четрнадцэт гадоў, да чалавек, калі адзін и той же писав, ён, ну можа просто забыцца, з розным настроем, праз дзесяц гадоў, можа вернуўся до гэтага параграфа. Вось принциповая разбежнаці, адны і тэж сполучэнні, аказываецца апсалітна розным афармлэнні. Такіх факта ў десяткі, так? Десяткі, і я прагэты написаў ў 2008 годзе ў газэці Наша Ніва была публікація, цэлая табліца на цэлый разворот газэты, ў якой, ўся гэтыя выпадкі я падаў паслядовна. Вось. Яшчэ з празвішам Йофэ. Паводля правіла кашны, пінсны, лопэ, все, што кончаецца на «э», павінна праз «э» і пісацца. А чаму Йофэ? Пішыцца праз «е». Паводля якога правіла? Паводля... Невядома чаго. Разумеецца? Эта адно празвішчэ, якое слагадаюцца з трох літерав, ўжо выклікае, ўжо дзві разбежнасці, неяснасці ў дачынэні, ў правнанні з іншымі параграфамі. І гэтая кнішка цэлая такае. Вышав словнік, пра які професар Ючэнка ўказав, вышав словнік, беларускі арфографічный словнік, найновшы, толькі што, ну, зімою, вось, ў ім напісана слова, напрыклад, плеяда, празз'е. Так, як писалася раней. Слова пляяда, вот тут вот мы бачым. Дык як, на сёнішній дзэнь, яна пляяда, ці плеяда. Вядома, павінна быць плеяда і напісанне ў гэтым законе павінна быць зменінае. І чым раней гэта адбудзецца, тым лепей. І такіх напісанне, тут вельмі шмат. Чым хучэй адбудзецца увядзэння выправліных правілаў, тым лепей. Але як гэта фармальна яны здэсніць, я не ведаю. Чаму я на гэта звертаю вагу. Вот тут вот правялі сход ў нас дзве палаты. Одна з їх палата працтавніков. Працтавніков пішцца з малой літеры. Палата Савет Республіки з великай. Чаму працтавніков з малой? А там іншых падобных выпадках всё пішцца з великай. Ну, напрыклад, там Савет Працтавніков Китаю треба писаць з великай літеры. З якой причины? З малой причины по-беларуску пакинули з малой літеры. З той причины, што ў законе прапарламент ён называецца з малой літеры там пропісана. Разумеецца? Нават регістр літеры нават регістр літеры им не дозволив пропісаць тут правильна. Бо ў такім выпадку им так сказали. Я это чу с кулуарных размовоў, які не не член-корреспондент Лукажанец вам не раскрия. Хоць яны это судаў наведаюць. Сказалі ўрісты ў центры там правовой інформаціі, што для таго, написаць паводля правилав новых, ось гэтых, паводля основанных принципов, закладзіных тут, трэба ў законе парламенті забіць змену. А это приблизна такая самая працедура паводля часу. Їх прыняць целый закон. Ну, і не кажеш, это час, і гэта павінна быць ў сесі асобным пунктам, значыцца, і гэта грошы, бо прияждаюць дэпутаты, аны жвуч ў гатэлях, харчуюцца, атрымлюваюць заробак, і калі яны будуть садзець і разбірацца з конкретно кожной літеры, уявіцца, які кошты для дзержавы, гэта выліцца, не кажучы про тое, што чакаюць дзяцькі найважнішых еканамічных рост, і інші правовыя папері, до яких ніяк наші парламентарі не можуть дайсти, а яны будуть разбірацца з великой, ці малой літеры ўслою про ціновніков. Разуміло. С подарання Лена, Велімі цікава Момонт. Таваріста беларускай мовы шмат гаду писала, скажім, слово не Мінска, Мінск, мінавіта гады варіант. Як тепер? Будете писать Мінск? Ну, справа все в тэм, што, як бы, мовець офіційна, ми мусім уживаць офіційную назву і писать Мінск, так як ана затверджана. Але тое, што датычыцца асабіста, як бы, нашай позіцій, мы все ж таки заходім з таго, што назву століцы трэба міняць на гістарычную. Які гэта будзе час, сколькі гэта зоймі, я не ведаю, але я думаю, што мы будзем дзінничыць пабыць для наших асновных прэнцэпау, рыхтаваць глэбу, рыхтаваць, як бы, прэнятць сё, таму што мы бачым, што в апошні часы вельмі часты з'являюцца такі рэчы, прээкээ мы навэт мараць не маглі. Зміняюцца назвы, прэсваюцца назвы вуліць, нармальныя, правда, шасам гэта выклэкая звязку якраз такі з законом новым, гэта выклэкая розныя такі ефекты, калі дазволіцца два слова разкажу. Значыць, як паспраяуваць гэта закон таму, каб написалі правильна вуліцца. Значыць, вуліца Наполіона Орды. Мы ведам, як правильна, все, але нашы сябры малады, які прэходзіць ў Таварыства, займацца там, контактаваць. Кажыцца, мы бачылі, што на адной шильдзе было Орды. Значыць, так вось вельмі пай беларуску ўжэ написалі. Мы папрасылі сфотографаваць, на падставі гэта адаслалі чановнікам, Мінгарвыканкам, начыць, як это так? У вас закон уступая правописи, а у вас такі разнабы в написанні шильда вуліц. Я хачу сказаць, што пришлі, аж до таго дайшло, што пришлі далі Анатолівіча з узорам шильдаў правильных, ну, дакладні, былі правильны і былі неправильны. Вось узорам правильных, з тым, каб ён нават паставіў в резолюцію аб тым, што оно законьвае, прямая і памылка выправленна. Вось у дадзі... Звернуліся як далі гектымнагу органу, от што важна. І вельмі важна, што ў дадзі нам выпадку закон адыграў сваю встановчую ролю. Тасть ён сприяў тому, каб писалі мы пісьменна, і каб наші і деці, і грамадзяні все-таки празвычайваліся бачыць не разнобойна офіційным узровні, а мінавіта правильны написані па беларуску. Ну, калі дазволіці, два слова я б хацела сказаць у звязку с тым, што вось тут Дмитер гаварю. Справа тым, што закон о правапісі, і он висвіців з две такі, якби, праблемы. Так? Внутри мовною мы не займаліся беларускай мовы, мы звузіли сферу ёвжжування, і она не развівалася, і адсюль ў нас нема алгоритма, мы ўже в Мяркову лігатазміцером до початку іще, оформлення, грубо кажучи, орфографічна, да, запазычених слов. Это перша праблема. Тасть ў нас нема такого, што восьмы, ага, нове слово пришло, а у нас ўже ёсць готовы, як ёго писаць, і всё. І гэти нове правіла нам не допомагаюць, а на дворот заблитваюць. Яны горш гэти праблемы развязываюць за правіли 59-го году. Так, это вось одна праблема. А друга праблема, ми живемо ёпоху глобалізації, значить, вельмі многі очуваєм тиск многих мов, тих народов, які далі пайшлі в своім технологічному розвітці. Значить, до нас просто хваля гэтих слов хлынула за пазычаных, мы не можам з імі справіцца не таким, скажем, письмовым выглядзі, да, оформити з іншого боку, мы не маєм протидзіння лексіки достатковай, ці, ну, на дадзі на момент я кажу, не маєм, тому што мы і не займаёмся гэтий праблемы. І тому, вось, узнікаю праблема абароны сваёй мовы, так як гэта зарабілі іншія народы. Ну, Франція, вось, вот закон, вот, у Франція, так, 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 закон на кераваны не на тое, каб лупіць тых, хто неправильну еліту рэн написав, а для таго, каб не допускаць масавага приходу іншамовныя лексіки. Каб французы говорілі па беларуску, а не па французску, каб французз гаварілі па французску, а не па французско-американску. Вось, так, і вось, таму нам падаєцца наша позіція, товаристы беларускай мовы, што лагічным крокам пра абарону і дзержавну підтримку беларускай мовы. І вельмі добра було б для таго, каб развіваць беларускай мову і сприятия по шырэню, канешна, мець дзержавны заказ на стварыння терміналагічных словніков. Буга, гэта великая ганьба незалежной країны, што у нас нема адукацій на беларускай мові, пачынаючы ад пачатковой школы, включаючы базовую, середнюю, середню, специальну і дешэйшую. І вось у звязку, як кажуть, гаворачы пра закон аправапісі, ми павінны все ж такі гавріць пра шырэння ўжывання беларускай мовы. Тады гэта саправдай закон, тады ян патрэбен і тады ян будзі дзейнічыць. Сподразміністрі, не могу не запутаць у вас пралёс класічнага, гэта кзвану аправапісу, заступленням вось гэта новых правіла ў силу з напыцьом статусу закону, што будзі з Тарашкевіцей? Іна знікнє? Ну, я думаю, што калі яе не знішчылі, так скажам, я може не пра Тарашкевіцей, а б сказав бы пра беларусоцентрічне ставлення до мовы, вось так, пра не савецкую мову, не савецкую традыцю ўжывання беларускай мовы. Калі ўже я не знішчылі гулаги, не знішчыла страшная вайна, не знішчылі репресії, гэта га не адбудзіцца і надалей. Я думаю, тоя, што людзі, для якіх, все ж такі, беларускай мова, гэта не сапсаванны російськай мовы, діалекці, ніяка ад росянка, гэта людзі надалей будзі спрахтыкаваць, як вы кажыцца Тарашкевіцю, але мені б не хацялся, каб мы апелівалі мя віта да Тарашкевіцы, да ніяка правапісу, гэта адзін з компанэнтаў, адзін з момантаў, і ён не вычэрпвае ўсіх праяваў мовы. Мы гаворым пра мову цалкам, тоя, што так, перад нами, перад беларускім грамадцам, яшчэ, ў будычыні, стаїць вялікая праблема, дэ росіфікацій, дэ савэтызацій нашай мовы. На ўсіх узроўніх, не толькі на правапісны, правапісны самы відавочны, але не самы істотны. І скажу вам, што дэ савэтызація і дэ росіфікація адбываецца кожны дзэнь, не ўсвядомліна, хай не на правапісным раўні, а лі на узроўні ліксічным. Ну, от, ўявіцца сабе, газэты Звязда, кабраней пісала, лістуйцца нам, там Дзержавная радыў, гаваріла там, тэліфанавання, напрыклад, слова. Мы гэтых словам не чулі, аны не маглі туды трапіць. На сёнішній дзень ў журналістыку прыходзець на той ж звязду, на той ж Дзержавная радыў, маладэя людзі, для яких слова ліставаць там і тэліфанавання, гэта тако ж слова, я не ведаю, як хлеб, там цізязюля, таке ж самыя беларускія. Вось. Яны нават не ведаю, што гэта словы забароніны. І спакваля паступова, вот гэты працэс аздаравлення беларускай мовы адбываецца, дарэшы, вертаўчыся да праблэмы Минск-Мэнск. Эта не праблэма прабапісна. Эта не знашца, што паводля клясічна прабапісу Мэнска, паводля прабапісу савецкага Мінск. Якаб ведаю, што ў нас так, пацяче ў гэтым керунку гутарка, я пранёс пашпарт сваёй прабабулі, якая жыла ў Мэнску да военный час і ў яе ў савецкай Беларусі ў саракавым 39-ым годзе ў выдалі пашпарт і там напісана ўжо прабапісам офіцыйным, ўжо наркамамскім так званым прабапісам, але напісана Мэнск. Там печаткі стоять, там подпісы высокіх милиціантов, які прабіраюць гэтые документы. Інакш, кажучы, гэта, па першы, розныя працэсы. Всё ж такі, ператварэння Мінска ў Мэнск. Атбылось, а кучай за ўзвязку з пачатым Другой Зусвятной Вайны. Вось, я так дапускаю, ёсь іншая меркаванні. Рэформа 1933 года адбылась абсолютно ў іншых умовах і з іншымі метамі, ўсё ж такі. І сама істотная, калі мы гаварым Мэнск, Горадня, Берасця, Кобрінь, а не Кобрін, Ворша, мы просто идзем за нашай традиціей і за натуральным беларускім хучаннім. Вось. І гэта не правапісна, это не пытання колькі эс ўслові Расол написаць, разумеєця? Гэта пытання традиційна, ставлення да спадчаны, ставлення да свайго. Паглядзіця, ёсь, наприклад, па росейску Мозырь, па беларуску Мазыр, па росейску Несвіш, па беларуску Несвіш, Мядзел, па беларуску, па росейску Мядзель. Набіраецца цэлая кола, слову, назву, ў яких, так, Мёры, наприклад, цапер жо Мёры па беларуску пішаця празьё, Лёзна, ўже 20 гадов назад пішалася празьё, а па росейску пішаця Ліозна, Міоры, дык вось, ёсць, вяліка кола ўласно беларускіх назву, які і ў савецкай традицій пішутся так, як я не вымовляюцца па беларуску, абсолютно правильна і слушна. І слово Менск это просто і той, што улады, ну, як бы не чуюць нашого голосу ў звязку з гэтым, застаецца толькі пашкадаваць і допустіць, што некалі гэтый голос будзем, ўсё ж такі, пачуты. І знову падкрэслю наканец свою гэта неправапіснае пытання, гэта пытання традицій, як мы ставімся да традиційных назвав. І не варта гэта зводзіць да нейкіх законам. Калі тут напісана Мінск, каб адмавляцца адна звы Мінск. Я хачу падзякуваць ў за вельмі плённу і цікаву і таку жваву і дыскусію. Хачу нагадаць ўсім глядачам, тым, хто был знамі ў гэтай гадзиня, што мы сёні обмярковывалі цягам двух гадзин ў закона правилу беларускай арфографія пунктуацца, які уступіў силу першага верасні гэтага году. Нашымі гастями былі ведомі ў вас знавці Алена Анисім і зміцер Савка. Дякувам з той, што були з нами. Дякувам, што запросили. Дякувам, што гляделі нас. Заставайтеся тут. Дякувам, што гляделі нас.